Городская полиция Нью-Йорка закрыла секретную программу, в рамках которой специальное подразделение полицейских в штатском патрулировало мусульманские районы города и составляло досье на потенциальных радикалов. Этот шаг демонстрирует со всей очевидностью, что новый глава полиции Нью-Йорка Уильям Браттон решил отойти от политики, которая проводилась после 11 сентября его предшественником Реймондом Келли. В этом многие обозреватели видят первые признаки смены настроения новых городских властей. Наш политический обозреватель Мария Гордон следит за изменением политического ландшафта в крупнейшем мегаполисе Америки. Мария, скажите, пожалуйста, значит ли это, что опасность радикальных мусульманских группировок сошла на нет в последние годы? Здравствуйте, Лиза. Ну, конечно, рано об этом говорить, особенно сегодня, когда мы только что отметили печальную годовщину терактов в Бостоне. Именно подобная полицейская сеть, будь она на месте, теоретически могла бы выловить радикалов, подобных братьям Царнаевым. Они, что называется, провалились сквозь ячейки сита, и сегодня в этом винят и свои, и российские спецслужбы. То, что существовало в Нью-Йорке, до сих пор называлось демографическим отделом борьбы с преступностью. Переодетые полицейские следили за мечетями, которые, по их мнению, могли посещать радикалы. Ходили в кафе и магазины и собирали информацию, вплоть до того, что переписывали номера машин на парковках около подозрительных мечетей. Подобная тактика приносила свои плоды. Как факт, с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке не было ни одного успешного теракта. Хотя, по данным полиции, которой тогда руководил Раймонд Келли, удалось предотвратить 13 подобных попыток. Например, в 2011 году было арестовано два молодых человека, Ахмед Ферхани и Мохаммед Мамду, которые планировали взорвать какую-нибудь большую синагогу и даже поглядывали на Empire State Building. Впрочем, не все были в восторге от этой тактики. Не говоря уже о лидерах мусульманской общины города, которых обижала подозрительность полицейских, Против политики Раймонда Келли активно выступали правозащитники, называвшие повышенное внимание к мусульманам проявлением дискриминации. Лиза? А значит ли это, что городские власти расслабились раньше времени, Маш? Тут, Лиза, тонкая грань между хорошим отношением со всеми этническими и религиозными общинами Большого Нью-Йорка и разумной осторожностью, которая редко бывает лишней. К тому же необходимо соблюдать конституционные и гражданские свободы жителей города. Обратное грозит многочисленными судебными исками. Это понимал бывший комиссар полиции города Раймонд Келли. Мы живем в юридически сложной реальности, поэтому мы должны хорошо понимать, что и как мы делаем. И мы ни в коем случае не должны выходить за рамки Конституции. И это то, к чему мы стремимся. Демографический отдел полиции расформирован, но стражи порядка уверяют, что жизнь горожан от этого не станет опаснее. Заходить в арабские магазины и пакистанские кафе и беседовать с прихожанами мечетей вовсе не обязательно. Есть и другие методы. Главный вопрос – готовы ли американцы в принципе жертвовать своими гражданскими свободами в интересах безопасности? После 11 сентября и единогласно принятого акта «Патриот», в котором в американскую действительность вошли неведомые раньше права государства на вмешательство в частную жизнь граждан, вроде были готовы. Может быть, за последние 13 лет американцы действительно потеряли бдительность. Но это вопрос не ко мне, а к нынешнему комиссару Нью-Йоркской полиции Уильяму Браттону и его начальнику мэру Биллу Деблазе, который активно дружит с нацменьшинствами и живет по принципу «Мир хижином – война дворцам». Будем надеяться на то, что он выбрал правильную тактику. Лиза. Спасибо, Мария. Я напомню, с нами в студии была политический обозреватель РТВ и Мария Гордон.